Добрый день, дорогие друзья! Мы в прямом эфире из студии информационного агентства «Прима-Медиа». Это «Прима-Медиа-Лайв». 5 июля в бухте Новик на острове Русском в очередной раз пошла регата Куба губернатора по гребле на лодках класса «Дракон». И вот в связи с этим, в связи с развитием академической гребли в Приморском крае, в связи с развитием вообще грибного спорта в Приморье, у нас в гостях президент Федерации грибного спорта Приморского края, член правления организации «Спортивный клуб Острова Русский», двукратный чемпион Австралии по академической гребле Андрей Зубков. Спасибо большое, что пришли к нам в гости. Расскажите, первонаперво, зачем человеку, который 15 лет прожил в Австралии, возвращаться в Приморский край и пытаться здесь возрождать академическую греблю? Это благодарное ли дело, благодарное ли занятие? Да, хороший вопрос. Я, скорее всего, нашел ответ на него буквально недавно. Ну, во-первых, живя в Австралии 15 лет, я никогда не ощущал иммигрантских потребностей. У меня с Россией всегда оставались рабочие отношения, потому что наш первый бизнес-проект был «Австралюкс», и во многом успех этого бизнеса зависел от моей работы там, потому что все технологии, они были взяты, позаимствованы из Австралии. Сейчас, ну вот, такое есть желание, это, ну вот, в России есть такое выражение, помимо бизнеса отдай десятину на общественные работы. Вот, у нас, помимо бизнеса, вот, есть некий проект, которому уделяем уже четвертый год, это строительство Международного грибного центра. И в этой связи, начиная что-то вот новое, а в Владивостоке и в Приморском крае здесь очень много возможностей, возможностей создать что-то новое, и оно, ну, никак не сопоставимо, не сравнимо с теми благами, которые есть за границей. И вот, это дает очень много внутреннего удовлетворения, что делаешь вот такие вот некие общественные работы. Ну, судя, правильно я понимаю, что тут десятина, это дело не ограничивается? Да, потому что проект, согласен, это новый проект, это воссоздается некая традиция культивирования вот академической гребли, гребного спорта. Когда начинаешь на ровном месте, всегда затратная часть гораздо выше, вот, поэтому здесь не десятина, здесь гораздо больше. А по поводу технологий, которые были использованы в Австралюксе, да, австралийских и зарубежных, это понятно. Какие технологии зарубежные иностранные используются при вот создании, да, международного грибного центра, технологии, там, техника, да, и какие-то, может быть, технологии обучения, технологии подготовки, вообще создания вот таких подобных центров? Тоже хороший вопрос. Ну, вот здесь я бы ответил не вот так. Мы, у нас государственно-частное партнерство. К саммиту АТЭС на острове Русском был построен федеральный, дальнеосточный федеральный университет, что сегодня является не только научным и образовательным центром, но и спортивным центром на Дальнем Востоке России. И здесь, то есть, есть некая инфраструктура и есть количество 30 тысяч студентов, это, это людской ресурс, откуда выбирать, отбирать спортсменов можно. Вот. Мы, в свою очередь, построили международный грибной центр. И технологии, которые вот сейчас, то самое время, где нужно применять именно технологии, вовлечь студентов в спорт. И мне очень понравилась научно-практическая конференция в Санкт-Петербурге, проводилась в июне месяце 12-го. И приезжали Оксфорд, Кембридж университеты, приезжали Гарвард, Австралия, Новозеландия. И везде, вот вузовская спортивная, спорт, гребля, методика и технология такова, что внутри вуза, между кафедрами и школами, у каждого есть своя команда. Создается внутренняя конкуренция, откуда потом готовится, отбирается сборная, и уже эта сборная представляет вуз на всероссийских студенческих соревнованиях и так далее. У нас мечта, чтобы в 2016 году, задача стоит, собрать сборную университета от Приморского края, представлять на чемпионате, сборной России уже, на чемпионате мира среди студенческих команд в 2016 году. Но это мечта, которая может сбыться? Потому что все-таки достаточно такая, она смелая. Да, это реально, это досягаемо, потому что академическая гребля – это олимпийский вид спорта. В нем, если смотреть с точки зрения медали емкости, это медали емкий спорт. То есть в нем есть восьмерки, четверки, двойки, одиночки, разные классы. То есть всегда есть, можно представителей подготовить, пусть это будет не полный экипаж, но представители от нашего региона в команде, в экипаже сборной. То есть это вот реально. Ну какие-то уже переговоры, видимо, вы ведете, да? С Москвой, с Олимпийским комитетом или пока еще рано об этом говорить? Нет, мы уже переговоры ведем давно, сейчас уже в практической плоскости это все. Вот буквально на днях письмо пришло от Федерации Всероссийской Гребного Спорта о том, что к Олимпийским играм 2.20 в Японии, летние Олимпийские игры, сборная Российской Федерации будет тренироваться здесь у нас в Бухте-Новик на базе, на Гребной базе. То есть для нас это вот уже такой центр, то есть Москва уже не только Казань рассматривает, тренировки в Казани и соревнования, но также здесь в Бухте-Новик и мы проходим сейчас аккредитацию в Международной Федерации Гребного Спорта, Швейцарский, чтобы канал Гребной уже получить официальный документ для проведения соревнований высокого уровня, уровня чемпионата мира. Сейчас канал уже соответствует международным требованиям или что-то нужно доделывать, подделывать? Оно соответствует само по себе, по воде, водной глади, глубины, ну и просто канал нужно начинить необходимыми дистанциями, дорожками, инфраструктурой, судейские, трибуны, контрольные отметки на длине дистанции, мертвый старт, ну и так далее. И когда может уже стоять вот эта аккредитация как международного канала? Да, мы ставим задачу на следующий год, в этом году мы уже провели соревнования, вот Кубок губернатора 5 июня был, там соревнования были, это международного уровня, то есть команды из Китая принимали участие, то есть это, я повторюсь, это соревнования не всероссийского, а международного уровня. И губернатор был, выручал награды побежденным и победившим, вот. И вот для класса лодок дракон уже оно все соответствует, а для академической гребли нам нужно будет дооснастить, чтобы вот в следующем году, июнь, Кубок губернатора и в сентябре Кубок саммита АТС уже провести 2 километра в академических лодках. Первые международные соревнования. С государством вообще, государство помогает, Приморский край, власти, понятно, что об вас партнерство, насколько я понимаю сейчас ДВФУ, как смотрит на вас департамент спорта Приморского края, идет ли сотрудничество, помогают ли, либо пока такая консультативная помощь может быть? Ну, у нас рабочие отношения, они изначально заложились с департаментом, и Жан Мазоревич Кузнецов, он имеет прямое отношение к гребле, поэтому мы как бы на одном языке обсуждаем все наши рабочие вопросы. То есть здесь поддержка есть и консультационная, и именно поддержка ощущается от департамента, от края. Задача сейчас популяризировать спорт в федеральном университете. Все-таки вот это сделать... А как, вот какие есть, вот что за технологии есть по популяризации спорта? Потому что те же драконы, а вот помимо регаты, которые проводились в Новике, на спортивной, на береже спортивной гавани, на День молодежи, тоже весьма масштабная регата, такой вообще народная такая регата. Ну, понятно уже, уже сложилось, уже с каждым годом все больше и больше команд. Популярность видна. Что делать с академической греблей, мне кажется, здесь посложнее было? Вот начало, начать мы видим, начало оно положено, это университетский спорт, должно оно как начало, начало оттуда. Я думаю, вот придется разделить людей, те, кто перед собой будет ставить высшие достижения, и в этом плане мы ведем переговоры, понимание есть с ВУЗом, что для этих студентов должны быть какие-то... Ну, ВУЗ должен идти навстречу в плане графика экзаменов, где-то стипендии выдавать таким, потому что, ну, вот где я учился в Австралии, допустим, там, ну, это было стандартом, то есть те, кто вовлечены в гребной вид спорта... И большие привилегии, да? Да, привилегии, да. Вот, а второй, вот, аудитория спортсменов, это любительская. Вот, ну, наверное, гребли это тот вид спорта, где за 40 минут на воде сжигаешь калории больше, чем, ну, наверное, в любом другом виде спорта, потому что задействованы ноги на 70%, и те, кто вот в лодку садятся у нас, килограммы улетают просто. Ну, наверное, те, кто хотел бы поддерживать здоровый образ жизни, вот, гребли это тот самый, где можно достигнуть быстрых результатов. Вот, то есть, ну, кому-то вот будет привлекателен, будет достигнуть себя в хорошую, привести в хорошую форму, да, а кому-то уже профессиональные тренеры, с которыми вот первый тренер сейчас приедет из Москвы 15 августа, уже на примерах, каких результатов можно достигнуть в гребле, в какой срок. И, ну, наверное, вот я бы сказал, допустим, в Австралии, где я учился, что меня вовлекло в этот спорт, это тяжелый спорт, много труда, но когда в резюме у тебя видят, что ты занимался академической греблей, то работодатель сразу понимает, что этот человек, как бы, это трудоголик, потому что, ну, это нужно рано вставать, это в лодке, это должен один и тот же экипаж всегда тренироваться, то есть один заболел, все, команда не выходит, то есть это человека дисциплинируют изначально, ну, это такой вот вид спорта, то есть, ну, вот это такие вот свои плюсы. Ну, здесь можно, вот в России все-таки менталитет немножко не тот, академической греблей, понятно, вот у меня первым делом, конечно, это Англия, да, это Оксфорд, Кембридж, Гарвардс, тоже там все вот эти извечные противостояния команд, у нас же все-таки здесь как-то, ну, скажем так, не совсем наше, вот можно же вам сказать вот такое. Ну, я понимаю, я понял вопрос, я не совсем согласен, потому что вот Австралия тоже, она далека от Европы и Китай, вот, но там это очень сильно развито и как бы давно прониклись тем, что академическая гребля – это престиж, это престиж города, это престиж субъекта, если такой вид спорта есть. То есть здесь, ну, оно все там работает, почему оно должно здесь работать, потому что, ну, Владивосток – это морской город, здесь акватории очень много, не везде в Москве вот уже таких, чтобы поехать тренироваться, это нужно в Крылатское на метро проехать 45 минут, потом еще от станции метро до канала пешком полчаса дойти. Вот, здесь у нас под боком такая водная гладь, то есть технически здесь все есть. Вот, я думаю, вот, инвентарь у нас есть. Люди, профессиональные, вот, тренеры, кто сейчас приедут сюда, я уверен, что спорт будет востребован, популярен не только в летний период, но и в зимний тоже. А в зимний период это востребовано? Да, в зимний период в академической гребле есть тренажеры, эргометры, в них даже проводятся чемпионаты мира. Да, они проводятся в феврале месяце, то есть подключаются через интернет к общему судейскому серверу. За каждым тренажером закреплен судья, выставляется дистанция, дается старт. И градация очень большая. Есть короткие дистанции, есть 2000 метров олимпийские. То есть вот зимой, расписав себе программу тренировок, можно готовиться к чемпионату мира на эргометре. Даже не выходя на воду. Не выходя на воду, да. И не нужно никаких квалификационных зачетов для этого. Сейчас в наличии есть эти тренажеры? Да, у нас это есть. Это было важным таким условием нам закупить эти тренажеры, потому что это и для новичков отрабатывать движение. Потому что это такой симулятор, очень приближен к тому, что на воде происходит в лодке. Да, мы на них сейчас тренируемся. Что хотелось бы еще, чего не хватает в международном центре, в международном грибном центре? Вот какие фантазии, мысли, желания, да, и чего вы понимаете, что пока не можем себе позволить, например? Ну, желание одно. Это задача, мечта – это провести чемпионат мира у нас в бухте Новик. Вот, а для этого, соответственно, нужно доукомплектовать, дооснастить согласно тех заданий, что, ну, все реально выполнить. Вот. Вот провести уровень чемпионата мира. Вот еще там этого не было, нам этого не хватает. Что мешает этому? Какие вот есть проблемы вообще в международном грибном центре? Вот с чем, с какими проблемами сталкиваетесь? Ну, проблем особых нет. У нас есть задачи. Вот. Могло бы двигаться быстрее, но на сегодняшний день мы инвестируем все это из своего бизнеса. Это, ну, как говорили, десятины не хватает, приходится вкладывать больше. Вот. Но с государственно-частным партнерством вот мы выстраиваем вот это вот отношение, где помощь сейчас, она реальная уже, есть и от федерального университета, потому что тренер, он взят в штат тренеров вуза. Вот. С вузом подписано соглашение долгосрочное о развитии грибного спорта. Вот. То есть сейчас вот имеется помощь-то и с... Рабочие уже отношения с федеральным университетом и с департаментом физической культуры и спорта, оно как бы быстрее уже, быстрее пошел процесс, уже, ну, никому уже объяснять столько не нужно. Вот. То есть я думаю, время, время, время и все получится. По сути, сейчас в России кто нам конкурент? Вот именно как стадион, да, водной глади? Это что, Казань, да, вот вы сказали? Да, сегодня в России Крылатское, которое было построено к Олимпиаде в 80-м году, его восстановили, отремонтировали. В этом году чемпионат мира по байдарке Каноэ будет проходить в Крылатском. В Казани, к универсиаде построен великолепный грибной канал с бассейном, где можно грести зимой внутри помещения. Вот. И вот третье место, это у нас здесь бухта Новик. Мы, то есть еще ближе к Азии. Вот. Ну вот из таких вот мест, вот три места. Нам стоит обращать внимание больше на АТР, да, вот на Азию, либо все-таки Европа и туда. Я думаю, все возможности здесь у нас в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Вот. И в этой связи как бы себя с Австралией ощущаю в одной лодке. То есть мы плывем в одной лодке, мы интегрированы здесь. У нас у каждого по бизнесу свои партнеры больше в Азии, чем в Европе. Вот. Здесь, здесь возможно. Здесь гораздо легче собрать, провести международные соревнования, имея под боком Японию, Китай, Корею, которые гораздо мобильнее. И часовой пояс у нас не такая разница. То есть прилететь сюда, это несложно. Вот. Поэтому я думаю, это у нас будут самые основные конкуренты по гребле. Ну вообще конкурентоспособны мы вот с странами, вот с тем же Китаем, Японией, Кореей, в стране. Безусловно. Вот в лодках «Дракон» за 10 лет высоких результатов достигнул Приморский край. И вот в этом году сборная, среди женская сборная вернулась с медалями. То есть, ну, однозначно мы конкурентны. В академическом гребле? То же самое будет. То есть у нас гребной сезон, по сути, начинается 15 апреля и заканчивается 1 ноября. То есть это достаточно долг, ну, полгода можно проводить на воде. То есть это достаточно периода, чтобы новичку пройти полгода, оттренироваться и уже каких-то результатов достигнуть. Вот, поэтому, ну, у нас все для этого есть, чтобы быть очень конкурентноспособными. Что делать с Лазовым? Там это все, как сказать, не загнется ли? Нет, Лазовый, там хорошая база. Но чем отличается академическая гребля от Байдарки и Каноэ? Там длинная вода. То есть Лазовый, озеро Чан, здесь в городе у нас, они идеально подходят для Байдарки и Каноэ, потому что это 500 метров, доходишь до конца, разворачиваешься и гребешь обратно. В академической гребле нужна длинная вода. То есть это, ну, вот, чтобы без остановки можно было грести 12 километров. Вот, бухта Новик длиной 12 километров для спортсмена академическую лодку долго разворачивать. А когда тренируешься уже каких-то высоких результатов, нужно, чтобы дыхалка, пульс без остановки работали на протяжении 45 минут. И вот эта длинная вода дает возможность тренироваться на таком высоком уровне. Поэтому озеро Чан, Лазовый – это Байдарка и Каноэ, бухта Новик – это академическая гребля. Знал, хотели строить, насколько я знаю, трибуны, чтобы люди могли смотреть. Это все будет ли? Да, да, трибуны. Ну, вот, Кубок губернатора в этом году зрителей, ну, зрителей и участников было полторы тысячи человек. Греблю можно смотреть не только с трибун, можно смотреть и вот у нас географический склон, можно пикник разбить и смотреть как-то вот в Оксфорд, Кембридж, на Хенли. Там ведь тоже вдоль реки люди могут приезжать на весь день смотреть греблю весь день. То есть нам трибуны по тех заданиям международных регат, да, нам нужно сделать трибуну на тысячу человек. Место для этого позволяет. На следующий год будем ее монтировать. Прямо где финишный створ в этом месте. В общем, Владивосток можно назвать такой грибной столицей, ну, скажем так, громко, конечно, там, России. Ну, или пока, пока нет, но вот... Грибной столицей можно назвать очень сильным конкурентом Приморский край, потому что здесь ведь уже гребля существует более 75 лет. То есть есть известнейшие люди с советской эпохи. Шубин, Юрий и Мария – это один тренер сборной, заслуженный тренер. Мария Шубина – это олимпийская чемпионка. Последние годы Иван Штыль – восьмикратный олимпийский чемпион. То есть мы серьезные конкуренты и для сборной России столицей. Я бы, вот побывав в Санкт-Петербурге в этом году, я увидел массовость людей, вовлеченных в грибной спорт. Проводилась регата «Золотые весла» возле Петропавловской крепости. И вот регата началась в 9 утра и закончилась в 8 вечера. И без остановок. То есть там были и академическая гребля процентов 70, там драконы были, ялы. И вот в моем понимании столица гребли, я увидел там в лодках гребли самые юноши 13-летние и тем, кому было за 70. То есть там разброс был, там были все. То есть вот в этом восприятии, ситуацию я увидел, вот это вот столица гребного спорта. Потому что, а зрители, кто пришел туда смотреть, они же тоже имеют у одного там родственники. То есть вот там уже династия в гребном спорте. В Приморском крае я вижу вот, ну вот это мечта, чтобы это было. Людей-то у нас хватит. Людей хватит. Сами готовы, вот насколько готовы, насколько вас хватит? Вот тащить это все. Ну я еще молод. Понятно, да. Но тем не менее. Ну мне это нравится, это мое профессиональное хобби. А если тебе это нравится, то надоесть оно не может. Поэтому я думаю, в гребле еще повоюем. Какой австралийский опыт, вот не знаю, в менеджменте, да, здесь пригодился, какой не пошел? В менеджменте, ну я думаю, практика покажет сейчас. Здесь больше нужно будет применить все-таки изначально это дисциплина. То есть здесь гребля еще, вот я в самом начале в этом сказал, это такой спорт, который требует дисциплины. То есть это основное будет такое условие для занятия этим спортом. То есть драконы это любительские, академическая гребля это уже такой профессиональный, где нельзя взять человек, вот один сегодня заболел, взять другого из той лодки посадить в эту. То есть здесь так не получится. То есть менеджмент, ну я думаю, вот авторитет тех тренеров, которых мы сюда привлекаем. Я по опыту сужу самому австралийскому, когда меня тренировал двукратный олимпийский чемпион Майкл Морган. То есть там видна была в нем вот эта вот дисциплина, стержень, что, ну, получится может все при одном условии, что вы себе в приоритет, в спорту относитесь как, это ваш смысл жизни. И были тогда и у меня результаты. Можно ли вот это вот воспитать, вот это отношение такое к спорту у наших спортсменов? Все-таки, мне кажется, немножко все равно ментальность другая. Ну, вот этот сезон был очень показательным, и сейчас мы увидим эти результаты. На грибной базе проживало 60 детей, возраст от 12 до 17 детской, юношеской спортивной школы. Под руководством Евгения Круглова, главного тренера. И вот он их тренировал с 15 июня и вот до прошлой недели. Сейчас они уехали на чемпионат России. Я посмотрел методику, как он, его подход. Ну, я скажу, очень близок к тем вот ожиданиям, которые были у меня в Австралии. И вот я думаю, результаты будут. То есть он смог детей здесь поставить на высокий уровень. Мы посмотрим сейчас результаты этого сезона. Ну, поддаются. Возможно ли сделать в Владивостоке вот ту самую английскую дерби, вот, не знаю, между, допустим, ДВФУ и ВГУЭСом? У нас такая уже старая, тут у них такая дружба. Вот можно ли вот такое сделать для пущего, так сказать, предания, ну, этого перчика такого вот этим соревнований? Я думаю, это нужно будет сделать. И это сделано в Москве. 13 июня на Москве-реке выступали МГУ, СПБУ, Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербургский университет физической культуры и спорта и Московский технический университет, 4 вуза. Вот я увидел, вот, применено это уже там. То есть 4 вуза соревновались, вот, парк Горького, массовка была бы довольно большая. Вот, то есть я вижу, это работает в Москве, вот, а здесь у нас, ну, вот он Оксфорд, а вот он Кембридж. Что сейчас собой, вот я вижу, вы принесли с собой большую такую распечатку, брошюру, не знаю, альбом. Что сейчас собой представляет международный гребной центр, что в нем сейчас уже в наличии? Ну, вот здесь это основной эллинг, в котором, где хранятся лодки на стеллажах, то есть байдарки, каноя, каяки, аутриггери, прибрежная гребля лодки. И здесь на фотографии не видно, академическая лодка, она длинная, 18 метров. То есть у нас имеется в наличии две академические восьмерки сейчас. Вот, имеются двойки, одиночки и прибрежная гребля. То есть здесь эллинг, ну, весь инвентарь на первом этаже, а второй этаж – это спальные места для спортсменов, для дневного лагеря, вот как сейчас у нас. Ну, и в следующем году, я думаю… Их хранить можно и летом, и зимой здесь, да? Да, да, да. То есть это вот эллинг, где лодки, тренерская, судейская. Да, вот здесь вот фотография инфраструктура международного грибного центра. Имеется гостиница «Новик Кантри Клаб», где могут проживать представители, гости, да. То есть вот уже можно размещать людей и здесь, да. Но наш основной партнер в этом – это, конечно, Дальневосточный федеральный университет, где в летний сезон можно размещение и там спортсменов. Да, это доступно все в двух шагах. А вообще иностранные инвестиции какие-то могут ли быть и есть ли уже вот в развитии международного грибного центра? Кого можно вот привлечь? Я думаю, в инфраструктуру можно и дальше вот инвестировать в рекреационную составляющую. Вот на днях у нас будет проходить урбан форум в «Новик Кантри Клаб», где обсуждаться будут варианты развития острова «Русские». Вот и вот у меня видится это туризм, спорт, то есть вот гостиничная отрасль однозначно, она имеет место быть. Я думаю, иностранные бренды с технологией управления, они бы были очень уместны на острове Русском. Чтобы это доступно рядом с городом, то есть в этом было бы очень уместно. Вообще какую-то стационарную детскую школу, детскую спортивную школу планируется ли делать в Международном грибном центре? Либо вот пока можно удовольствоваться тем, что есть и абсолютно этого хватает? Развитие детского спорта. Да, детского спорта – это отдельный вопрос, который я изучал, практика, опыт имеется в Санкт-Петербурге, но начать нужно со студенческого спорта, потому что это уже готовая более-менее среда для этого, условия. А затем, имея необходимое ядро и штат тренеров, в Санкт-Петербурге уже целенаправленно затем внедрялось это в школах. То есть школам ставили тренажеры, эргометры. Преподаватели, учителей физкультуры им методика давалась. И дети уже со школьных лет уже понимали, что такое гребля. То есть в Санкт-Петербурге это работает и не первый год. Есть откуда заимствовать, грубо говоря, уже готовый. В завершении, что бы Вы сказали тем людям, которые мечтали, смотрели по телевизору, но никак как-то сами побаивались академической гребли? Что хотите Вы сказать спортсменам, которые хотят заниматься академической греблем, студентам, школьникам, всем, кто хочет за здоровый образ жизни? Приходите, приезжайте на Остров Русский. Для всех найдется лодка, весло. Сделайте это правилом, чтобы раз в неделю не в спортзале, особенно в летний период, а больше времени проводить на природе. Приезжайте на Остров Русский, на гребную базу. Там есть где и спортом позаниматься, и отдохнуть. И вот я многим говорю, есть молодые семьи, где мама с грудным ребенком, есть где и с коляской погулять, есть где потренироваться. То есть такой микс семейного отдыха. Приезжайте, welcome. Спасибо большое. У нас в гостях был Андрей Зубков, президент Федерации Грибного спорта Приморского края. Вам удачи, чтобы все ваши мечты осуществились, чтобы вот-вот и у нас был чемпионат мира по академической Гремле. Всего хорошего, до свидания. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok